Добрый вечер. Добрый вечер. Галина Волчек как-то сказала, что вы обладаете удивительным качеством видеть людей насквозь. То есть у вас есть такой сканер, вы определяете, можно с человеком иметь дело или нет. Никогда не подводил этот инструмент? Ну, я очень люблю Галина Борисовна. Если он так сказал, значит он так чувствует. А вы так не считаете про себя? Ну, нет, я так не считаю, потому что... То есть вы не разбираетесь в людях? Заметьте, не я это сказал. Ну вот по ощущениям, как это считается? Я считаю, сканер это довольно плоскостная вещь. И чтобы понять человека, недостаточно находиться в коротком и таком плоском контакте. Честно говоря, сканер это мое слово. Я помню недословно, что я сказал. Мысль была, что вы очень хорошо видите людей и понимаете про человека. Вот с ним пообщались и понимаете, можно с ним иметь дело или не стоит. Ну, мне кажется, что да, я в чем-то чувствую людей. И потом есть просто приятно-неприятно. А вы готовы с неприятным вам человеком иметь дело, если это бизнес? Если вы понимаете, что это хорошо для компании? Я-то готов, но для бизнеса это не всегда... Как это? Разве бизнес вообще... Разве бизнес раскладывается на составные приятные, неприятные? Выгодно-невыгодно, по-моему, там такие категории? Ну, я редко такими категориями оперирую в человеческих отношениях. Я думаю, что с тем, с кем приятно, успех более ощутим. Ну, вы знаете ведь, на самом деле, как про бизнес. Часто друзья начинают совместное дело, а потом они уже и не друзья, и не партнеры. Почему так складывается? Так складывается, потому что не все высказано в начальном этапе. И обычно это бывает в юном возрасте, когда все кажется значительно длиннее, чем есть на самом деле. И к какому-то периоду действительно нужно обозначить свои такие основные свойства. Ведь бывает так, что и на более взрослом возрасте тоже становишься и партнером, и другом. И да, так тоже бывает. К первому вопросу, тогда я по-другому сформулирую. Вас придавали когда-нибудь? Я не думаю. Не знаю. Я так это не формулирую. Известно про вас, что бизнес у вас семейный. Значит ли это, что решение стратегическое, которое вы принимаете, вы обсуждаете с кем-то? А так в семье происходит. А по-разному это зависит от семьи. Я спрашиваю, как у вас это происходит. Нет, в зависимости от случая. В каких-то случаях обсуждается, в каких-то узнается постфактум. Это очень сложно. Семья это вообще одна из наиболее долгоиграющих, но и наиболее сложных таких форм жизни. И там есть все. Ведь когда в том числе и немного в пулистских целях мы говорим, что мы семья. Потому что этим все сказано. Там есть все-все намешано. Остальные взаимоотношения проще. А семейные самые интересные. Скажите, а вот родители, они ведь определили вас в химический. Нет, я сам определился в химический. Мне нравились в химии. Вы же хотели быть... Легенда гласит, что Ксенерович хотел быть режиссером, а оно поступило на... Я таких желаний никогда не озвучивал. Не было такого? Я таких желаний никогда не озвучивал. В химический я поступил сам, потому что давно и долго занимался химией. И мне нравилось. И мама у меня была химик. И дедушка с папиной линии работал тоже в химической промышленности. И даже дача у нас с моей сестрой, тетей и дядей тоже химик 2. Поэтому, конечно, то, что я Менделеевский институт закончил, это не почему-то веление. И на Олимпиадах даже побеждал. И мне кажется, что это очень интересная такая состоявшаяся наука. В бизнесе это образование... Просто я закончил в 89-м году, когда была совершенно не востребована моя специальность. Это правда. По жизни хоть раз вам пригодились знания? Постоянно. Не столько знания, сколько подход. Нас учили системному подходу. Я очень благодарен тому, что мы одну и ту же науку изучали на разных дисциплинах, на разных курсах. И потом я это все время применял. Причем это могли быть как общественные дисциплины, законы диалектики, так и законы естественные. И я, когда частенько использую всякие метафоры, это мне помогает. А почему вы старшего своего наследника не определили по бизнес-образованию? Он у вас изучал искусство. Ну как же значит определили? Ну, это самостоятельные взрослые люди. А вы разве не тиран, не человек, не деспот, не диктатор, который сам решает, кто чем должен заниматься? Это эпос. На самом деле я очень мягкий, вкрадчивый и щепетильный. Ну, говорят, что я люблю давлеть. Иногда это, кстати, конечно, вишня, но Илья выбирал сам. За него была сделана попытка мамой поучиться за рубежом. От этой попытки он с моей помощью, за это меня корят все время, ушел через полгода. Закончил здесь, тоже рядом с Менделеевским институтом уже, РГГУ, История искусства. Но мастера, все-таки неожиданным для нас, и к радости для мамы, это фэшн-маркетинг. Единственный дипломированный специалист из нас. Да? В этой области. Что в нем от вас, и что от каких-нибудь дедушек, бабушек, подруг? Ну, от моего дедушки, маминого папы Вячеслав Абрамовича, от него рыжие волосы и веснушки, как, собственно, и у младшего. Тонкая душевная организация, и он во многом эстетствует. Тонкая душевная организация и бизнес, мне кажется, это вещи очень трудно совместимы. Не просто. Но тем не менее, вот вы... Ну, у нас бизнес такой, что без этого нельзя. Хорошо, тогда мне казалось, что... Если бы мы делали какие-то металлургические сверхуспехи, то, может быть, там меньше, не знаю. Вот это про бизнес очень интересно, потому что несколько совершенно разных людей высказывались в разные годы. В смысле, в таком, что в русском Форбес, вот первые сотни людей в русском Форбес, это обязательно люди, которые... Ну, у них кровь прям по локоть, а не в крови. Это относится только к банкирам и нефтяникам? То есть, ваша сфера помогла вам? Ну, во-первых, я так не думаю. Мне кажется, что это... Превеличение? Да, даже некомпетентность. Ну, все вот эти пугалки, они очень мало имеют отношения к действительности. Действительно, раздрай полный в том, кем быть, куда податься в начале 90-х годов, и решение вопроса каким-то гангстерским способом, это тоже эпос. Это же не превалирует. Ну, как это? Я же просто помню в то время. И я помню. Я слышал, да, вашу одну стивилизивную бизет, где вы говорили, что вы избежали общения. Я избежал. У вас и крыши не было, и каким-то образом вы прошли так, не замарав руки в крови, скажем так. Ну, да нет. Но я же помню то время, бандиты были повсюду. То есть, ну, везде были бандиты, и у них были деньги, и они помогали, и были составной частью этих механизмов. Разве нет? Мне кажется, это или демонизация, или героизация, не знаю что. Ну, не было такого, чтобы здесь везде был пиф-паф. Этого не было. Хорошо. И чего рассказывать юношам? Хорошо. Но 90-е годы, знаете, существуют прямо полярные оценки 90-х. Кто-то говорит, что это лихие годы и черный период нашей истории. Нейна Ельцина говорит, что это святые годы, и это годы возможностей. В вашей системе координат 90-е как думается? Мои молодые годы. Они всегда любимые. И вам, я уверен, наверняка, примерно в одно и то же время взрослели. Для журналистов 90-е годы были... Откровением. Да, но в то же время... Да и для читателей тоже. Конечно, это дышание озоном. Не уверен, что этим можно вечно наслаждаться. То есть, после грозы воздух... Это вот потому что озон О3. Как химикам. Это веселящий газ, в конце концов. То есть, он кружит голову. Под него замечательно целоваться. Стоять под дождем. Жить в постоянной такой ответственной, бытовой ипосессии сложно и невозможно. И, конечно, этот период влюбленности в новую жизнь, он проходит. И должна появляться другая уже решительная такая ответственность за это. Я не идеализирую. Это мои естественные годы первого такого взросления, которые никогда я не буду оценивать черной краской. Но и говорить о том, что это... Без этого не было всего остального. Безусловно, это был очень сильный и, на мой взгляд, позитивный перелом. Дело в том, что он начался несколько раньше, чем в 90-е. И при всей вот этой конфликтности ситуация, Борис Николаевич, ну, это продолжение Михаила Сергеевича. Ну, конечно. Ну, просто другое совершенно, но вот так, последовательное. А вам довелось пообщаться с тем и с другим? Я очень уважаю, люблю Найна Иосина. Я очень уважаю Бориса Николаевича. Я во время первых выборов, еще там, начиная с 88-го года, 19-я парт-конференция, первый съезд. Я там был в свое время доверлив лицам Афанасьева такой, помнишь? Да, конечно, помню. И за Бориса Николаевича, раньше, когда спрашивали, 19-го августа где был, 91-го года. Ну, там вот я был. Вы в Белом Доме были? Да. Ну, и это абсолютно такая экспрессия. Естественно, что цветок надо точно не загубить. Мне довелось общаться не один раз, а много. Благодаря, кстати, Галину Борисовичу и с Михаилом Сергеевичем. Потом с Борисом Николаевичем. Но тогда, когда он уже перестал быть президентом. Мы часто на теннисе вместе были. А сейчас мы с семьей Бориса Николаевича в теплых, хороших, дружеских отношениях. И я снимаю шляпу, например, перед музеем Ельцина. Перед Ельцин-центром. Ельцин-центром, да. В Екатеринбурге, которое семья открыла, несмотря ни на что. И это очень важно. Не все с вами согласятся, думаю. Не все. В том числе и не все из вашего ближнего круга. Если мы говорим о людях, с которыми вы дружите и общаетесь. Вы сказали, что вы были доверенным лицом Фанасия. Вы доверен лицом Путина, Владимир Владимирович. Вот каким образом вот этот формируется пул? Потому что совершенно еще до выборов, помню, Мазаев, основатель морального кодекса, когда его спросили, почему вы являетесь доверенным лицом Путина, а призываете голосовать за Собчак. Он сказал, ну, Путину пора уже отдохнуть. Вот что мне кажется очень странно для человека, у которого есть статус. Может, он еще не знал тогда, что он будет доверенным лицом Путина. Нет, он много лет уже лицом. Вы каким образом стали доверен? То есть, как это происходит? Вам это кто-то предлагает? То есть, как вообще формируется вот это? Происходит нормальным образом, что штаб по выдвижению Путина, видимо, формирует список тех или иных людей в разных областях знаний, профессий, умений. И дальше, как я предполагаю, спрашивает у кандидата. Готов ли он? Да, не возражает ли он какую-то часть доверить этим людям. А потом спрашивает у людей, вы как отреагируете, готовы или не готовы. Вот и все. Первую часть я не знаю, насколько спрашивали про меня или не спрашивали. На вторую я ответил положительно, что я готов. Для вас важно, допустим, при найме на работу сотрудников, их политические установки? Или это вообще вне зоны вашей интересы? Это считается моветон. Я не спрашиваю, и считаю, что это неверно спрашивать, их политическую предрасположенность. Тем более, что сложно представить, что она реально у кого-то существует такая серьезная, отличная. В сегодняшние дни. В дни 1996 года это можно было бы представить. Но в общечеловеческом плане, безусловно, меня это волнует. Потому что любые проявления агрессии, нетерпимости, неуважительности, они не могут здесь иметь места. Более того, я скажу, что в каких-то инструкциях для внутреннего пользования есть строки, что не надо на политические темы, на религиозные темы так уж проникновенно разговаривать с клиентом. Мы должны быть комфортны. Эти разговоры редко бывают искренние, еще реже бывают предметные, но могут вызывать различные недоброжелательные чувства, чувства отторжения. И процесс перехода от разговора к кассовым расчетам затрудняется. Скажите, а когда-нибудь... Потому что про это табу. Я понял, да. Это не значит про меня. Я готов говорить. Но, возможно, не на клиентском совещании. В 80-е или, может быть, в 90-е, когда-нибудь вам приходилось из-за несогласия политических оценок расставаться с людьми или отдаляться, дистанцироваться? Да. Приходилось, да? Кстати, вот, пожалуйста, я был тогда, допустим, в 88-й год, я был замполитом в институте. То есть, это комсоргом, да? Ну, это не комсорг, это есть комитет комсомола института, и там есть заместитель секретаря по идейно-воспитательной работе. Вот так он называется. И как раз тогда волна демократии, тогда Огонек, вот все это, Афанасьев, и мы только-только выбираем его кандидатом на 19-й парт-конференцию. Потом наш секретарь комитета комсомола получает жесткие инструкции из райковной партии, что все надо поменять и выдвинуть тут же комсомолку, активистку, даже красавицу с пятого курса вместо Афанасьева, а все эти протоколы уничтожить. Вот на этот момент определенный Рубикон сказал, Михаил Борисович сам. Я в это больше совершенно не готов. Мне казалось, что времена другие, а оказалось нет. Хорошо, по второй части нашей беседы мы на семейные темы поговорим, то есть не про семью Куснировича. Ладно. Итак, про семью. Наконец-то. Про семью Куснировича. С каких лет вы себя помните? Вот ваши первые детские воспоминания, сколько вам? И что это? Ой, ну, это такие вспышки сознания, наверное, есть у каждого человека. Ну, я помню себя довольно маленьким. Он на руках у папы. Помню, что он варит что-то на кухне. У нас была двухкомнатная квартира в Кузьминках. Кооперативная бабушка, дедушка помогли. И я думаю, что мне нету еще двух лет. Вот это я помню. Ну, и много всего другого я помню, конечно. Когда стали задумываться над, условно говоря, карьерной составляющей? Когда для себя мальчик Миша сказал, а я хочу и стану, не знаю, кем все хотели стать в те годы? Вряд ли бизнесмен. Вряд ли была мальчик Миша. Ну, если мальчик совсем маленький, Миша, он хотел быть водителем грузовичка, который продает мороженое. Ну, ничего страшного. Правда? Да. Потом я почему-то очень хотел быть строителем мостов. А вот это странно, кстати. Ну, у меня папа строитель. А, поэтому. Да. И вот те люди... Мостов? Папа строитель? А, понятно. Нет. Он не был строителем мостов, но вот такие сооружения, как мосты, для меня казались... Мы жили около Крымского моста. Это ни разу не Кузьминки. Ну, это Фрунзенская. Ну, там, в общем, дедушка жил, а Кузьминки чуть раньше были. И гуляли мы там часто. И мне почему-то это долго хотелось вот осуществить. Потом я хотел быть адвокатом. Тоже не совсем обычная. Да. Хотел быть адвокатом. Это уже в школьной, старшей классе? Это в школе. Нет, не старшей класса, но там где-то шестой класс. Не знаю. В школе вспоминайте, это было для вас, как для многих, депрессивное время или это счастливое было? Счастливое время. Да. Счастливое время. Мне кажется, у всех... Нет, не у всех. Знаете, для многих просто... Ну, я думал, это... Ну, ладно. Ну, конечно, нет. Ну, если в наше время, ну, что там... Посмотрел, мама не снилась. Помните, был фильм? Там мальчик еще. Вот из-за любви другое дело. Да. Из-за школы нет. Ну, а школьные влюбленности, они самые такие. А если я все время находился под таким давлением мамы в основном, что школу надо поменять, потому что у нас была средняя общеобразовательная школа номер 890 Перовского района города Москвы, и маме все время хотелось ту математическую школу, ту, там, пускай химическую какую-то такую, а я нет. У меня там были друзья и товарищи. С некоторыми из них я до сих пор в ближайших дружеских отношениях, с кем сидел за партой. Мы играли там в футбол постоянно. Мы что-то выдумывали, мы собирали макулатуру, металлолу. Ну, в общем, куча всего, что связано со школой. Вы же в кружки все ходили? Ходили. Я ездил через всю Москву, в МГУ, в химшколу. А, химические. Химические, да. Нет, ну, были там всякие театральные кружки, такие-сякие. С антисемитизмом не приходилось сталкиваться в школе? Что называется, кушать да, так нет. Вы знаете, мне до взрослых-взрослых лет жидовской мордой никто не говорил. И в школе у нас был абсолютно советский подход. Интернациональный. Интернациональный. Где великая община — советский народ. И мы понимали, что есть мальчик, у которого в журнале написано «евреи». Есть мальчик, который записан «кореец». Есть мальчик, который написан «украинец». Но вот это вот все вместе, плюс, вот, я помню такую вещь, кстати, когда это впервые происходило, Тарас Шевченко учили, у меня мама и тот дедушка, они Одесса, Варшава, Одесса, Киев, Ленинград, Москва. И я читал, мама меня немножко учила по-украински. И я читал этого «кобзаря» на украинском языке. И то же самое был на русском. И был, до сих пор я запомнил это. У Шевченко на украинском было «жидам, братам своим хорошим, астане продают штаны». А здесь вместо «жидам» было написано «растовщикам». И вот в этот момент, какой-то, наверное, седьмой класс, я спросил маму, маму, вот что происходит? И в этот момент, наверное, было обсуждение темы существования антисемитизма, его отсутствие. На каком-то подкожном уровне, возможно, это ощущалось, а в быту нет. Никогда. Для вас ведь, наверное, вот учитывая там и Одессу, и Киев, не все равно вам то, что происходит сейчас между нашими странами и Россией и Украиной. Есть друзья на Украине? Ну, у нас там и семья была разделена. То есть не сейчас, а раньше. И всегда для нас Киев, конечно, считался и Одесса второй родиной. И то, что сейчас происходит, это ужасно. Мамины подруги до сих пор ездят к нам. И это все не стоило тех безвизовых поездок в Европу для них. Я бы смог сделать им визы. Вот в чем дело. Это, конечно, ужасно. И меня, конечно, это заботит больше, чем, не знаю, Северная Африка или Ближний Восток. Вернемся в школу. Помните свою первую влюбленность школьную? Я буквально на днях моему младшему сыну Марку показывал, я почему-то разбирал фотографии. Вот девочка, он тоже сейчас во втором классе, я ему показывал фотографии второго класса. И у него много таких заинтересованных привязанностей. А я подумал, вот девочка, она сидела за одной партой, и я был в нее влюблен. Ну, так, ну, никогда в жизни, вот, может быть, только она сейчас услышит передача ваша. Она не знала? Нет, она до сих пор, мне кажется, не знает. Ну, я потому что держал себя в руках. А он мне на что ответил? Знаешь, а я, у нас сейчас есть один ряд, где одна парта. Я сижу один, поэтому я свободен, могу влюбляться не только в ту девочку, с которой я сидела. А у тебя легче остаться. Вы знаете, вы один из немногих, может быть, не профигурантов списка, просто говорю, а из таких заметных предпринимателей, вообще социально значимых персон, которые женаты до сих пор на жене первого созыва. Ой, вы знаете, я так долго этого добивался. Жены. Счастья, шесть лет вы, вроде, шесть лет я ухаживал, да. И мы настолько, мне кажется, разные, что это нас очень близко. Разные по энергетике, темпераментам или что вы имеете в виду? В принципе, она стройная, красивая, блондинка, а я убитанный, чертовски привлекательный, сильно посидевший брюнет. Не мешает вам, допустим, когда у ваших общих знакомых, товарищей вдруг появляются молодые жены? Это не является... Ну, в некоторых случаях это уважительно. В некоторых случаях я все-таки хочу поспорить, но я не единственный. Ближе всего к вечному двигателю это семейные отношения. Просто не надо давать себе слабину в том, что «А, черт!» и все. Нет. Конечно, то, что происходит между молодыми людьми в юном возрасте, протянуть на долгие-долгие годы невозможно. А просто другая, другие отношения. Та же штука, она называется «Любовь», но кроме нее еще происходит много всего, что еще плотнее стягивает. Моя бабушка с дедушкой, Евгений Владимирович, Марк Михайлович, я помню, они в детстве... По какой линии? По папиной. 50 лет. 50 лет они прожили вместе, была «Золотая свадьба». А, например, когда не стало моей бабушке по маминой линии, и дедушка второй раз женился, хотя была очень хорошая женщина, я не знал бабушку по маминой линии. У нас в семье это всегда была такая напряженная история. То есть, ну, в общем, мама переживала сильно. Хотя дед всегда... Мы ездили с детства, я помню, на могилу, но то, что у деда, в принципе, ушедшая бабушка и есть вторая жена, это, вот это считалось прямо... А у вас, в принципе, есть то, что называется типажом? Что, ну, допустим, что вам вообще, в принципе, нравятся, ну, блондинки, допустим, или нет? Или вы вообще, вот, можете ценить женщин с самых разных параметров и качеств? Или у вас есть какой-то типаж? Ну, главное, чтобы они меня хоть как-то так... Не, разные. Я очень люблю живой типаж. Вот живой. Такую сушеную воблу или там холодную выдру я не могу просто мне это... Неважно даже, блондинка, брюнетка или как-то еще. Но если это вот холодность, отстраненность, и это... Я не могу зацепиться за это. А если человек живой, в глазах, в локте, в поступе, во всем. Вот мне нравится. Если мы про вкусы заговорили, у вас вообще на протяжении жизни меняются пристрастия? Мне кажется, да. И кухня, и музыка, я имею в виду, сейчас не про женщину мы говорим. Про женщину, видите, не меняются. Про женщину, да, это уже факт, да, медицинский. В принципе, вот вы считаете, что вы меняетесь? Я думаю, да. Ну а как? А разные, кстати, существуют по этому поводу. Я воспитан на классической вот этой вот нашей с вами материалистической философии. Поэтому, конечно, обстоятельства меняют мир и меняют и человека. В ответ человек меняет обстоятельства. Это тоже правда. Но мне кажется, конечно, с возрастом, биологическим в том числе, изменения происходят. Я раньше вот точно не любил эспрессо. А после того, как с 90-го года влюбился в Италию, не могу даже представить себе, что существует что-то иное. То есть по старинке это либо должен быть уже растворимый такой напиток кофейный, либо это эспрессо, конечно. Причем именно хороший эспрессо. Другой не люблю. Вы гурман? Нет. Я по понятным визуальным наблюдениям готов поесть вкусно, но так, чтобы выпендриваться и отвергать простую пищу и предпочитать исключительно сложно сочиненную, нет. Я сейчас немножко в сторону от семейного вектора, который мы взяли. Вот что вспомнил. В Википедии написано, что Куснирович недолюбливает как класс журналистов. Просто под этим есть какая-то история. В Википедии, вы знаете, я ужасный, безграмотный дилетант. Я не читаю электронную всю вот эту историю. Я никогда не читал, что про меня пишут в Википедии или компроматору или что-то еще. Я берегу себя. Вы уходите от вопроса. Смотрите, я не люблю ни журналистов, а я не люблю ни профессионалов во всем. В торговле стаканами, в медицине, в образовании, в журналистике. К сожалению, почему-то решают, что люди могут заниматься журналистикой, не имея на то ни данных, не давая себе труда подготовиться. Судя по тому, что вы мне говорите, вы много готовились к тому, чтобы с таким прекрасным встретиться. Это профессионально, мне это нравится. Я журналистов, которые все это делают, очень люблю. У меня есть целый пул друзей журналистов, которых я очень уважаю. Но в основной массе это так же, как флористы в этих раньше палатках у метро. Им не надо этим заниматься, они не любят цветов, они не умеют их. Вот зачем они плохой вкус и вот все вот эти бирюльки любимым женщинам продают неотесанным мужьям? Это негуманно. Так же и журналисты. Вы когда стали велики? Еще не стал. Ну, разные есть по этому поводу мнения, в том числе и в разных Википедиях. Будем сходить с того, что вы стали очень заметной фигурой. Очень заметной фигурой. Вы удивитесь, но я и оффлайн в списке Forbes не читаю. Понятно. Но тем не менее, будем сходить с того, что все знают, многие, очень многие знают, кто такой Куснирович. То есть, есть масса заслуженных, прямо у них титул, я не имею в виду, что заслуженных. Просто заслуженный там артист, его знает гораздо меньше, и у него рейтинг цитирования гораздо меньше, чем у артиста Куснировича. Куснировича, вы себя по жизни ощущаете артистом не в смысле лицедеем, а в смысле человеком, который играет? Ну, роль, допустим, не знаю, основателя или еще какой-то. Ну, как это называется? Кто-то мне говорил, я, может, ошибаюсь, в терминах есть такое понятие «консгеймер» или что-то в этом роде. Ну, то есть, человек, который любит какие-то, не то чтобы переодевания, выживание в образ. Ага, так. Да, да. Есть такое. Пожалуйста, дворник, адъютант его происходительства, орликин, граф Альмова, в общем, кто угодно. Я помню, какой-то документальный фильм у вас, и вы демонстрировали там удостоверение дворника. Это правда, да. Это я не играл, это я ухаживал за... Да, вы обзавелись должностью дворника, чтобы получать контрамарки и иметь возможность свою возлюбленную вводить в театр. А вам вот за этот период, когда вы числились дворником, пришлось реально... Я простите, не числился дворником. То есть вы реально и работали дворником? Государственный академический Большой театр Союза СССР. Так. Числится там можно только звездой балета. А вот дворником там надо мести участок. Я три года и зимой... Вот, кстати, зима сейчас так, как сейчас март была. То есть там было много снега, много льда и никаких реагентов. И три года с 1986 по 1989 год я честно отработал дворником. Через день, хоть 1 января, хоть 7 ноября, я, будьте любезны, с 7 утра до 9 и с 4 до где-то 6.30. Сколько это было в деньгах? Это было 70 рублей. Это такая ставка была, да? Ну, это, видимо, была полставки, потому что мы делили. Вообще, обычно в Москве дворники татары. Как традиция, да. И вот я совершенно случайно, московский студент, попал под это дело. Но там мало того, что была зарплата, которую выдавали, к сожалению, часто выдавали. У меня с тех пор коллекция рублей, знаете, металлических. Да-да, были же, кстати. Там выдавали вот этими очень красивыми, юбилейными рублями, которые и потратить-то жалко, вообще невероятно. И я их, собственно, и не тратил. Ну, хотя, вот один раз, я помню, 10 рублей не надо было. Этой коллекции немного поживился. Так вот, давали комнату. И мою комнату забрал, как потом, когда я увольнялся, с меня просили назад комнату. Я, вы с ума сошли, я, типа, у родителей, а комната была на улице Неждановой. То есть это вот... Неплохо, да. Неплохо, это дом Большого театра. И у него была своя и моя, и получилась квартира. Дворниками были татары, а шнурки продавали ассирийцы всегда. Да, они обувные, обувные шнурки. Да, конечно, у вас фантастическая биография. Мальчик, который мечтал стать водителем машины с мороженым, и который вернулся из страны знаменитой Гумовской мороженой, и не только это, достойна Байопика, то есть биографической ленты. Я думаю, когда-нибудь ее увидим. Так, Франко заферили и говорит. Вот это, да. Он говорит, можно, дай мне, дай мне вот это все. Об этом он, безусловно, трат, я с ним согласен. Ну, уже недавно.